Сезон коммунальных войн и потрясений начинается с приходом холодов. Сотни людей в разгар морозов остаются без тепла. Причины чаще всего в изношенной теплоцентрали или проблемах на теплосетях. В общественную медиаприемную Первого канала Казахстан обратились жители Петропавловска, которые уже не первый год проводят зиму в замороженных квартирах. И за лето ничего не изменилось. Почему тепло достается слишком дорогой ценой, выяснила Лаура Кунекова. Сразу после о результатах референдума в Шотландии. Я эту вот сентябрьскую пенсию получила 50% пенсии. Я не рада, что это все делали. Жители этой четырехэтажки, среди которых в основном пенсионеры и инвалиды, со страхом ждут наступления холодов. Каждый год они мерзнут в собственных квартирах. Ледниковый период обычно длится всю зиму. Люди говорят, чем выше становятся тарифы, тем ниже температура воздуха в доме. С 2007 года в доме холодно. Квартира выпускает и 9, и 12, и 14, и 15 градусов в квартире. В зависимости от погодных условий. Много у нас писем приложено в судебном деле, в исковом заявлении. На протяжении с 2007 по 2010 мы все писали директору тепловых сетей. Они поменялись, там несколько уже директоров сменилось. А проблема так осталась. Проблем больше не будет, заверили чиновники. Вице-министр энергетики Бахаджан Джаксалиев заявил о полной готовности к отопительному сезону. По его словам, на складах накоплено более 3,5 миллионов тонн угля и 105 тысяч тонн мазута. Такого объема должно хватить на весь отопительный сезон, уверенный в профильном ведомстве. Но повлиять на работу теплоэнергостанции могут и сами жители городов, которые задолжали монополистам огромные суммы. И полагаем уже к 1 октября общая готовность предприятий энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 100% готовность будет. Коммунальное предприятие имеет высокую задолженность оплаты за электроэнергию, высокую задолженность оплаты за поставляемый уголь. Это целый клубок накапливается. Этот клубок проблем в конечном случае вытекает к тому, что теплопотребитель к зиме придет с очень высоким риском ограничения теплоснабжения. То есть потребитель может замерзнуть. По словам депутатов, монополисты слишком увлекаются повышением стоимости своих услуг. А все потому, что никто не контролирует эту сферу. Некоторые предприятия топливного энергетического комплекса находятся в частных руках, то есть в частной собственности. У них нет средств на развитие, на реконструкцию системы теплоэнергоснабжения. Вот проблема. От дополнительной оплаты при повышении услуг населению дополнительные деньги не идут на восстановление сетей, на развитие сетей, мощность и так далее. Они оседают в частных руках у людей, которые там работают. 80-85% этих денег оседает. И только 15-20% идут на ремонт, на расширение мощности и так далее. Это статистика, которую не раз уже в государственных органах показывали. Тарифы на тепло растут в геометрической прогрессии. За голову хватаются даже депутаты. Они предлагают ввести государственный контроль, чтобы не один тин из кармана потребителей не прошел мимо. И все деньги действительно были потрачены на модернизацию тепловой системы страны.